Здравствуйте! Я как раз удосужилась вот эту книгу прочитать наконец-то. Мне кажется, ее только ленивый не читал. Но вот я в числе этих ленивых наконец-то из числа ленивых перешла в число всех остальных, которые уже 10 лет как прочитали. Мари Кондо и ее магическую уборку слышно из каждого утюга уже давно. И я хочу поделиться теми мыслями, которые у меня вызвала эта книга. Здесь довольно примитивный язык, возможно, что это плохой перевод, сложно сказать. И мысли повторяются раза по 3-4. Но, тем не менее, книга меня поразила в самое сердце. И вынесла я из нее совсем не то, как правильно надо раскладывать вещи по категориям, или сколько надо выбрасывать. Хотя кое-что было тоже с этой точки зрения интересно. Например, я не знала, что, оказывается, можно запрести какой-то метод по складыванию носков, носок. В общем, короче говоря, по складыванию чулок. Это довольно прикольно. Там была очень прикольная такая мысль про предметы. Я практически каждый день работаю с предметами, но пока автор не сказала, я не думала о том, что у предметов есть своя энергия. И я рассматриваю предметы с точки зрения формы, цвета, удобства, а не с точки зрения тонких материй. И здесь вот как раз это очень интересно рассмотреть. Давайте я приведу цитату, что она пишет в своей книге. Одно из домашних заданий, которые я даю своим клиентам, это выразить благодарность личным вещам. Например, я советую говорить спасибо за то, что благодаря тебе весь день мне было тепло, когда они вешают в шкаф свою одежду, приходя с работы домой. Или когда они снимают свои аксессуары. Спасибо за то, что вы делали меня красивой. А оставив в шкаф сумку, только благодаря тебе мне удалось сделать сегодня столько важных дел. То есть понятно, что она говорит о некоем общении, о взаимодействии, о эмоциональном взаимодействии между человеком и предметом. И происходит некое одушевление вещи. Вещи, например, в этой книге что-то хотят. Вещи отдыхают, когда они лежат в шкафу. И она посвящает довольно много текста общению с повседневной вещью и удовольствием от общения и от ухода за ней. Это очень необычная мысль. Еще она говорит о том, что вещи служат нам лучше и дольше, если мы о ней заботимся. Причем не только на бытовом, но и на эмоциональном уровне. Фэншуй и Васту тоже говорят об энергии вещей. Я не любитель эзотерики. Чакры, всякие ориентации по сторонам света – это немножко не из моего мира, скажем так. И раньше это звучало откровенно смешно. Например, вот есть такие указания на сайте хаоса. Я ссылку на эту статью приведу потом в описании к видео. Значит, что они пишут? Это вообще. Берете в руки компас и план квартиры. Обычно он напоминает квадрат или прямоугольник. По стрелке выясняем, где север, где север. И совмещаем план вашей квартиры и направление сторон света. Все понятно. Так, поздравляем, вы получили квадрат Лоу Шу для собственного интерьера. И вот как раз, если мы рассмотрим этот квадрат Лоу Шу где-нибудь там на северо-западе вашей квартиры или на юго-востоке вашей квартиры между коридором и постирочной, будет, например, там, что там должно располагаться на северо-юго-юго-юго? Что я сказала? На юго-востоке или на юго-западе? Короче, вы все видите на квадрате. Это довольно забавно. Дальше. Пропагандисты фэн-шуй говорят о том, что фэн-шуй исполняет желание. Например, вы хотите много путешествовать и посетить какую-то конкретную страну. Тогда вы ищете северо-западный сектор своей квартиры и ставите туда глобус, если вы хотите глобальное путешествие. Если вы хотите конкретно попасть в Париж, то вы туда покупаете Эйфелеву башню. Представляю себя. Если вы хотите, например, поехать в Лондон, то вы можете купить значок с британским флагом. Вот элементы и цвета данного сектора. Это серебряный, золотой и белый. То есть, если где-то на северо-западе вашей квартиры в зоне санузла, например, можно поставить глобус, то спустя какое-то время вам будет счастье. И этот санузел обязательно нужно исполнить в серебряном, золотом и в белом цветах. Это такой танец голубя, с моей точки зрения. Возможно, вы просто много думаете о путешествии, и рано или поздно вы все-таки поедете в Париж, если уж вы так хотите. Тем более, что Эйфелева башня, которая не дает сесть на унитаз, наверное, постоянно вам об этом напоминает. Но я не говорю, что это не работает. Вполне вероятно, что это как-то работает. Кому надоел китайские фэншуи, могут обратиться к индийской васту. Это примерно как сменить подход Хьюге на лаг. Тот же автор в другой статье, ссылка тоже будет в описании к видео, пишет, как Брамин, с которым она познакомилась, при загадочных обстоятельствах, дал ей верное средство защиты от негативных энергий. Цитата. Ачраж предлагает сделать нехитрую конструкцию из семи острых зеленых перцев и лимона. Ее он советует поместить как в доме, так и с внешней стороны двери для самых смелых. Интересно, что соседи при этом говорят. А курив предварительно ароматической палочкой. У меня есть на сайте статья про то, какая ерунда этот фэншуй. Ссылка тоже будет в описании. И, конечно, когда мы читаем такую бредятину, ничего другого мы подумать не можем. Но со временем я стала чуть иначе относиться к вопросам энергии и энергетики. Возможно, что просто то, что мы слышим, это какие-то отголоски от гораздо более сложной теории, которую могут понять только настоящие китайцы, которые действительно этим занимаются. А в России это звучит как полная профанация. В конце концов, нет ничего такого уж комиссионного в том, что древние китайцы думали о том, как вписать свою повседневную жизнь в окружающее пространство. И так как для них ключевым, получается, было слово пространство, то они пользовались при этом компасом. Я все еще не верю в чакры, но мне отзывается то, о чем говорит Кондо, что нужно заботиться о вещах и быть благодарными за них. Мы сами наделяем вещь энергией, если она нам нравится. Она приносит радость и позитив в нашу жизни и помогает противостоять стрессу. Очень давно у меня была начальница, которая ездила на очень дорогих машинах, и она им давала имена. Сначала у нее была красная машина, это была девочка Маня. Потом ее сменило новый нежно-голубой автомобиль, и это уже был мальчик Саня. Понятно, что начальнице эти машины нравились, а может быть, они делали ее жизнь счастливой. Машина становилась другом, источником вдохновения, утешением. Это и есть энергетика предмета. А кто-то, например, потом купил эту Маню, и она просто снова стала обычной машиной. Да еще и такой, чей годовой сервис стоит как новая Лада. Еще одна цитата из Мари Кондо. Все же мы часто слышим о спортсменах, которые с любовью заботятся о своей спортивной экипировке, относясь к ней так, как если бы она была некой святыней. Думаю, они инстинктивно ощущают силу этих предметов. Если бы со всеми вещами, которыми мы пользуемся в своей повседневной жизни, будь то компьютер, сумка, ручки или карандаши, мы обращались с той же любовью и заботой, с какой спортсмены относятся к своей экипировке, мы могли бы существенно увеличить число надежных сторонников в своей жизни. Вот она тут опять говорит о том, что вещи — это наши сторонники, то есть опять-таки вещи для нее — это одушевленные некие предметы. Предметы силы, которые заряжают нас энергетически, могут быть любыми. И я, когда прочитала вот как раз этот текст, вспомнила про холодное оружие. Мне нравится читать фэнтези, хотя я уже довольно взрослая тетя. И в каждом фэнтези у главного героя обязательно есть меч, или катана, или что-нибудь еще поэкзотичнее, например, боевые шпильки. Оружие может быть получено волшебным путем. Это отголоски легенды об Артуре. Иногда у меча может быть имя, примерно как у машин Мани и Сани. И очень часто, когда герой о чем-то размышляет, он параллельно ухаживает за своим оружием, прямо как спортсмен ухаживает за своей экипировкой. То есть он, например, точит оружие, думает, идти на войну, не идти на войну. Меланхолично. Вот напомню, что в «Игре престолов» у Джона Сноу как раз есть такой волшебный меч, который ему достался от предыдущего начальника ночного дозора. И это меч из валерийской стали. И у него есть имя. Это имя меч «Длинный коготь» его зовут. Вот так вот. Еще можно вспомнить путь меча Генри Олди, где меч живой, а человек к нему просто предаток. Когда я была маленькой, папа коллекционировал восточное холодное оружие, и у него было всего несколько предметов. Мне их очень редко показывали. Поэтому для меня это как раз были предметы силы. И я до сих пор помню рукоять с кожей ската, и внутри под обмоткой было что-то вроде оберега. И лезвие было такое специфическое, вот скошенное на конце. Меч хранился в шкафу на самом верху, чтобы я не могла его достать. И папа только иногда его доставал и любовался на него. И да, определенно это был предмет силы. Когда мы говорим про энергию, мы можем также вспомнить про вещи, которые передаются по наследству или антикварные исторические предметы, редкие вещи. Для меня все же энергия — это тот смысл, который мы сами придаем предмету. Может быть, предмет редкий, как я сказала, или единственный в своем роде. И на нас влияет то, что мы знаем о вещи или те ассоциации, которые она у нас вызывает. К примеру, вот такой чайник занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой чайник. Его стоимость составляет 3 миллиона долларов за чайник. И делали его миланские ювелиры в течение полугода. Кроме того, что это очень тонкая работа, здесь очень дорогие материалы, это видно. Здесь, например, есть рубин, который называется Тай. Я надеюсь, что я правильно это произношу. У рубина есть имя. У драгоценных камней тоже бывают имена. Вот он в центре, там, этот рубин. И плюс над крышкой есть еще рубиновый шарик в 20 карат. И ручка из кости мамонтов, конечно же. Из чего можно еще сделать ручку? Понятно, что то, что это чайник, а не картина, это большее совпадение. То есть это предмет искусства, а не бытовой предмет, в который наливают чай, и никто не будет пить из него чай. Это просто часть коллекции. Но, тем не менее, у него тоже есть своя энергетика, потому что люди знают, сколько он стоит, что это за камни, и кто его сколько делал. Еще мы считаем, что есть некая энергия у предметов, которые сделаны вручную. Вот нам показали, например, ковер и сказали, что его соткала вручную группа людей за год. Или показали точно такой же ковер с тем же рисунком, с тем же составом, но оказалось, что он машинного производства. Будем мы относиться к этим коврам иначе, потому что у машины, даже если качество не хуже, все равно у нее нет души. А как бы если это хендмейт, то значит есть душа, и значит есть энергия. Это интересный подход. Еще мне вспоминается такая штука. Знаете, сейчас есть специальные компьютеры, которые могут создавать музыку в стиле того или иного композитора, и могут проигрывать ее так, как будто бы это играет настоящий оркестр. И, к примеру, людям, которым дали послушать такую музыку и не сказали, что это сделал компьютер, кажется, что это музыка, которая наполнена энергией, что это очень высококачественный продукт, хотя на самом деле это сделала машина. Но, соответственно, если им сказать, что оказывается это музыка машинного производства, то понятно, что энергии души у нее резко поубавятся. Короче говоря, энергетика — это радость от взаимодействия с вещью, от обладания ей. То есть энергетика — это некая наша эмоция. Кондо говорит о том, что надо владеть вещами, которые приносят радость. Я лично говорю о том, что интерьер должен делать человека счастливее. И я как раз недавно общалась со своей подругой и параллельно со своей клиенткой, которая совсем-совсем недавно переехала в новую квартиру. Ремонт они делали сами. И она мне сказала, что у нее ощущение дома есть, а счастья от ремонта нет. И я подумала о том, что слишком сложно, слишком тяжело отдался этот ремонт. То есть квартира в ипотеке, она большая, ее тяжело обставлять. Там маленькие дети, которые... Параллельно надо было заниматься детьми. И как-то все устали, и ощущение счастья ушло. И меня очень поразило то, что она говорит, что на эти деньги можно было съездить в кругосветное путешествие, и, наверное, это принесло бы больше счастья, чем обладание этой квартирой. Вот как раз про... Это же тоже про энергетику получается. То есть ощущение дома есть, а правильной энергии, правильного настроя, заряда счастья не хватило. Весь 20 век шли бурные обсуждения о том, что важнее форма или функция. И по моему личному мнению, в итоге победила форма. А точнее победила эмоция, которая оказалась важнее функции. И именно в мире эмоций мы сейчас и живем. Есть известное высказывание Джона Гальяна о том, что плохой вкус лучше, чем отсутствие вкуса. Почему? Потому что отсутствие вкуса не приносит радости. А плохой вкус очень даже приносит. Вот эта полемика, что форма следует за функцией, в конечном итоге провалилась, потому что потребители не покупали просто в нужном количестве. Чтобы потребитель купил еще один чайник, хотя у него прошлый не развалился, нужно, чтобы новый чайник радикально отличался и очень сильно его привлекал. А в итоге появились, например, такие чайники. А вот чайник, который спроектировал Эд Торресоцис. Вот понятно, что держать его таким образом за ручку и наклонять, наверное, будет не очень удобно. Но зато чайник выглядит как игрушка или как скульптура, и на него интересно смотреть. Или вот такой очень известный чайник, это Майкл Грейвс, сделал для Олеси. По сути, это как визитная карточка Олеси. Все его знают. И проблема здесь в чем? Он тоже не очень удобный. Потому что, да, вот такая замечательная птичка там поет, когда пара из этого чайника, значит, идет. Это классно, конечно. Но для того, чтобы воспользоваться потом этой горячей водой, надо сначала вынуть вот этот свисток. Это не особо удобно. А дальше еще интереснее. Например, вот есть такой чайный сервис от Захи Хадид. Вот мне вообще интересно, что говорит человек, который пытается из этого чайника как-то чаем попасть в чашку. Это все как раз и приводит к тому, что эмоция гораздо важнее, чем, собственно, удобство. Короче говоря, думайте об энергии вещей, пользуйтесь только вещами, у которых положительная энергия, которая дарит вам радость. И всем хороших интерьеров. До новых встреч. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!